Наверное, лучший пример это не с чиновниками, а обращаешься ты в Украину и говоришь, я знал вас много бушных танков Т-72. Ты говоришь, да, да, много. Ты говоришь, я хочу купить тысячу танков, хотим устроить хорошую, нормальную резню в Африке. С геноцидом, с каннибализмом совсем, море крови, этнический конфликт. Если ты покупаешь два бушных танка, ты можешь купить, ты обратился на завод Малышева, ты директора знаешь. Он тебе может продать их. Их он там в мусле речки стоит, чертова уйдет. Если ты можешь купить 100 танков, то директор завода не может принять такое решение. Ну, во-первых, сумма контракта, во-вторых, это уже попахивает войной, то он перенаправляет их сумму начальнику. Да, это какой-нибудь там директор какого-нибудь там Укртехноэкспорт. Но если покупаешь тысячу танков, и при этом почти наверняка ты устроишь резню, то организация, которая экспортирует вооружение, тоже не принимает решение. Тебе найти выше, и это министр обороны, или даже президент принимает решение. Ну, ты изменишь баланс сил на целом континенте, и это даже может не министр обороны, это может, ну, не министр иностранных дел, не министр обороны, это решает, наверное, президент. Или он идет еще выше, в Европу, говорит, можно в Африку столько танков слить? Да, кто знает, на Ивановке танкоремонтный завод от реки Вина стоит 300 танков. Некоторые страны могли бы поработить целые другие страны тем, что у нас на мусорке валяется. Там, за забор, они вообще, они так стоят, все вот так башнями, и такие отряды танков. Горят 300 штук. То есть штука принимает решение, дай ему продать ей два танка, и она дальше не посылает, начальство не отчитывается, не просит разрешения в начальство, она рендерит вам ответ. Если она не может этого сделать, она ответ не рендерит, она посылает запрос дальше. Если могут, они рендерят ответ, присылают назад. Если не могут, они посылают дальше. Идем по цепочке, когда находим кого-то, кто может отрендерить ответ, он рендерит, и мы пошли назад. Дальше мы не идем.